На календаре 8 сентября сегодня воскресенье. А это значит пришло время подвести итоги уходящих 7 дней. Вы смотрите панораму недели. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко основные темы. Новому стационару новое оборудование в Тазовской ЦРБ появится свой компьютерный томограф. Решение о его приобретении принято в ходе визита в Тазовский район губернатора Ямала. Также Дмитрий Артюхов посетил строительные площадки поселка. Все подробности в репортаже программы. Школа с космическим размахом. В Тазовском открылась самая современная школа в регионе и одна из лучших в стране. Грызть гранит науки. На пути к звездным победам здесь будут ученики с 8 по 11 классы. Классы нефтехимии, продюсирования, уникальная акустика актового зала, скалодром и атриум. На орбиту знаний полярную звезду запустил губернатор. Ямал территория детства. В Антипуэте торжественно открыли новый детский сад. Его появление в селе ждали 14 лет. Остров здоровья, мир безопасности, центр конструирования и экологическая страна. Познавать мир с помощью нового оборудования и педагогов здесь будут полторы сотни малышей. В Тазовском побывала участница проекта Героя Ямала, учитель начальных классов Екатерина Руссу. Один из пунктов насыщенной программы визита – общение с коллегами и учениками в стенах родной средней школы. Теплая встреча спустя годы разлуки. О чем говорили за чашкой чая. Расскажем. В регионе стартовала кампания по заготовке оленины. Северяне уже могут поставить прививку от гриппа. Ученые составят рекомендации по озеленению Крайнего Севера. Тазовчане почтили память жертв трагедии в Беслане. Информационная картина недели в репортажах студии «Факт». Первые дни этой осени уже точно вошли в историю Тазовского района. Муниципалитет посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Программа визита выдалась максимально насыщенной. Один из его главных пунктов – посещение строящихся социальных объектов и многоквартирных домов. Какую оценку дал глава региона по результатам визита и какие важные решения озвучил, расскажет Екатерина Хомичева. Вертолет с главой региона приземляется в Тазовском в 11 часов дня. Через пару минут – первая остановка. Со взлетной площадки Дмитрий Артюхов сразу же отправляется в цех по переработке оленины. Недавно в здании началась установка нового оборудования – холодильников, рассчитанных на 200 тонн сырья, камер для созревания и сыровя олени мяса. Новый цех в районном центре появится благодаря поддержке округа. Предприятие получило межбюджетную субсидию на реализацию приоритетного проекта. Когда цех заработает на полную мощность, это позволит создать 25 новых рабочих мест. Теперь не только заготовители, но и производители. Помимо колбас, полуфабрикатов и консервов, в цехе планируют выпускать оленину, приготовленную по технологии сувит и сыровяленый хамон. По словам специалистов, здесь будут перерабатывать 700 тонн мяса в год, изготавливая до 200 наименований продукции. После установки оборудования будет подключение сетей, электричества, водоснабжения, водоотведения от каждого оборудования. И уже дальше будет пусконаладочная работа. Сроки сдачи уже известны? Сроки сдачи ориентировочные на конец сентября. Второй объект в списке – это вторая очередь микрорайона «Солнечный». Три дома на 265 квартир. Под них полностью забиты сваи, сейчас проходит обварка ростверков. Работают на объекте 80 человек представители подрядчика. Эта компания «Рус Арктикстрой» презентует губернатору Ямала не только промежуточный результат, но и план максимум до наступления сильных морозов. Планируем утеплить дом, возвести полностью, поставить под кровлю и возвести коробку дома 2-3. Добавим, что строительство микрорайона общей площадью в 43 тысячи квадратных метров стартовало 6 лет назад, а первые дома сдали спустя 4 года. Сейчас в многоквартирниках первой и третьей очереди проживают более 470 семей. А к передаче в муниципалитет готовятся еще два объекта для 99 новоселов. Далее это объекты благоустройства. Мы в этом году реализуем 4 проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий. Дворовые территории это по улице Заполярная и Дорожная, и сквер возле нашего храма, и аллея по улице Пушкина. Сегодня тоже проговорили с Дмитрием Андреевичем варианты благоустройства на будущий год, и предлагаем рассмотреть вопрос по благоустройству дворовых территорий именно по улице Пушкина, для того, чтобы завершить ту начатую работу, которую мы реализуем сегодня. Все, что необходимо здравоохранению, будет находиться в этом здании, и, скажем, все это будет такой новый медицинский городок. Без преувеличения. Один из самых долгожданных объектов для жителей муниципалитета – новый стационар в Тазовском. О том, что устаревший больничный городок в районном центре ожидает перезагрузка, говорил сам руководитель региона два года назад во время честного маршрута. Больница объединит под одной крышей приемное отделение, скорую и неотложную помощь, операционный блок, хирургию, терапию, санавиацию, реанимацию и аптеку. Сейчас на площадке завершаются работы по устройству фундамента. Сдача объекта намечена на конец 2026 года. Мы закладываем, это раньше не было предусмотрено в проекте, мы закладываем там компьютерный томограф. И для жителей всего района это будет отличная новость. Не нужно теперь будет ездить за 30-50 километров в Новую Уренгой. Возможность самой современной диагностики. Компьютерный томограф – это достаточно серьезное диагностическое дорогостоящее оборудование. От 150 миллионов такой аппарат стоит. Но я думаю, мы этот вопрос решим и сейчас заложим в проект. Там есть требования по помещению, условно, чтобы это было все правильно сделано. Вот такое решение приняли и оно будет реализовано в новом стационаре. В завершении губернатор Дмитрий Артюхов провел совещание с представителями власти и руководителями учреждений. На нем участники обсудили дальнейшее социально-экономическое развитие Тазовского района. И, конечно, главными событиями для жителей района стало открытие сразу двух больших современных, очень нужных объектов. Это спортивный зал «Лидер». Его строительство велось два года и теперь в распоряжении «Северян» полторы тысячи квадратных метров для проведения тренировок и соревнований по игровым дисциплинам. А для учеников с 8 по 11 класс учебный год начался в новой старшей школе. Построенная с космическим размахом, она открывает безграничные возможности для будущего каждого школьника. Продолжим тему в репортаже программы. Я ученик 11 класса, профиль информационно-технологический. Мечтаю стать ведущим специалистом компании «Яндекс». Также я всегда мечтал встретиться с вами лично. И сегодня моя мечта сбылась, ведь мы находимся в школе, где сбываются мечты. Никита Червяков – ученик 11 класса новой старшей школы образовательного центра «Полярная звезда». Сегодня именно он проводит экскурсию для губернатора Ямала по самому современному и технологичному учреждению в регионе. Будущий выпускник признается уложиться в отведенный час. Сложно, ведь каждое пространство в этом здании достойно особого внимания. Современная школа может помочь современному ученику получать новые навыки благодаря современным и новым решениям по классам. Например, открывается новый класс точных наук, в котором мы можем изучить больше, который позволяет нам вдохновляться на новые свершения. Классы точных наук открылись по направлениям нефтехимия и цифровое продюсирование народного творчества. Также на базе старшей школы будут работать художественное и хореографическое отделение школы искусств, молодежное пространство, кружки домотворчества и секции спортшколы. А еще старшеклассники смогут записаться в театральную студию, развить таланты в медиасфере и программировании. Школа, которую мы сегодня открыли, она, конечно, образцовая. И я уверен, что это историческое событие для жизни поселка, всего района, что дети, которые в этой школе будут учиться, у них будет, конечно, судьба по-другому складываться, потому что возможности, которые школа предоставляет и для педагога, и для самого ребенка, они принципиально новые, отличные. В этом учебном году в «Полярной звезде» будут обучаться 529 школьников. Это ученики 8-11 классов из Тазовского и Гассале. Благодаря новому пространству решается одна из главных проблем. Теперь все дети учатся в первую смену. В то же время, по задумке, образовательное учреждение работает по типу школы полного дня. Здесь будут реализовываться дополнительные программы и программы внеурочной деятельности. А также в рамках инновационного проекта старшеклассники смогут получить первые навыки в профессиях повара, воспитателя, медсестры, графического дизайнера. Мне нравится, что в новой школе превалируют открытые пространства, такие как Атриум, например, вот позади меня можете увидеть. Я думаю, что здесь ученики будут более сплоченные, так как они будут постоянно друг у друга на виду. Ну и плюс, мне нравится, что здесь во многих кабинетах прозрачные стены, когда можно увидеть в процесс обучения. Самый торжественный момент – символический запуск космической школы на орбиту, высоких достижений, крепких знаний и творческих открытий. Руководитель региона Дмитрий Артюхов дает старт образовательному процессу в «Полярной звезде». Добавим, что Центр образования создан для реализации проекта «Школа ступеней». С этого учебного года он включает в себя начальную школу «Перспектива», подростковую школу «Созвездие», старшую школу «Полярная звезда» и пришкольный интернат «Семейный дом». Еще одно радостное событие этой недели пришлось на среду, 4 сентября. В этот день новоселье отмечали в Антипуете. Там после долгих 14 лет ожидания открыл свои двери в детский сад. В торжествах по случаю этого события принял участие глава Тазовского района Виктор Югай. Новое современное здание, в котором созданы лучшие условия для самых маленьких жителей села, ценила и наша съемочная группа. Хлебом с солью вас встречаем. Вкусной рыбой угощаем. В наш красивый детский сад мы вас дружно приглашаем. Многие из присутствующих на открытии нового здания детского сада «Звездочка» столько сил вложили, чтобы долгострой наконец-то обрел жизнь, что без хлеба с солью было точно не обойтись. История строительства длилась долгих 14 лет. Менялись подрядчики, корректировался проект, стройка то замирала, то вновь начиналась. И вот долгожданный день настал. Сад распахнул двери для антипоэтинских малышей. Церемония открытия была почти домашняя. Стихи и песни от детей, поздравления, цветы. Слова благодарности всем, кто приложил руку к этому событию. Власти, коллективу, строителям стройинвеста, которые возводили здание. Это здание сегодня самое современное. Здесь созданы все современные условия. И самое главное, наверное, то, что здесь педагоги, которые любят и дарят свою душу нашим детишкам. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Но Ямал – это самая лучшая территория детства. В том, что новый детский сад – лучшая территория детства в антипоэте, гости смогли убедиться во время экскурсии. Кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, спортивные и музыкальные залы, помещения для занятий творчеством и играми – всего и не перечесть. И все это наполнено самым современным оборудованием. В спортивном зале, которого у детского сада в старом помещении попросту не было, есть и гимнастические стойки, и беговые мини-дорожки, и мини-велосипед, а еще множество инвентаря, который поможет детям развиваться физически. За творческим развитием добро пожаловать в кабинет дизайна. Здесь детей научат рисовать. Таня рисует шарики, ведь сегодня праздник, а Мия – новый детский сад. Воспитатель Екатерина Яр проработала в «Звездочке» 18 лет. Говорит, таких условий и для детей, и для педагогов никогда не было. В старом детском саду мы находились в одном помещении для детей. Вот ничего, разнообразия не было, можно сказать. А тут возможностей для детей очень много. Есть разные площадки, которых у нас не было. Дети могут уже в данном кружке проявить свои творческие способности индивидуально. Не все группы, кто более способны, мы можем уже для них организовать кружок по данному направлению. Есть кружок, например, ой, кружок лаборатории технологии. Там уже дети, есть способные дети уже в этот кружок пойдут. Дети постепенно осваивают игровые развивающие пространства. В этом, например, хочешь строй дом, а хочешь паровозик. Кроме лаборатории и технологий есть еще остров здоровья, мир безопасности, центры игры и конструирования, экологическая страна. И есть, где развернуться пытливому детскому уму и умелым ручкам. Один, два, три, четыре. Красненькая, зелененькая. Впечатления действительно самые яркие, потому что садик, он сам по себе красивый, просторный, светлый, необычный такой. У него уникальный дизайн. У нас никогда не было музыкального зала, спортивного и кабинетов специалистов. Сейчас они все есть. Мы их обустроили и будем еще обустроивать в дальнейшем. Дети смогут полноценное образование получать, дошкольное, развитие. Это очень здорово. Не меньше педагогов и детей радуются новому зданию и родителей дошкольников. У Юлии Лапсуй пятеро детей. Трое отходили в старый детский сад. Двое младших, сын и дочь, осваивают новое пространство и возможности. Как говорится, есть с чем сравнивать. Все эти годы Юлия, как и другие родители, наблюдали за строительством, но не ожидали, что детский сад будет таким красивым. В старом садике намного меньше места, чем здесь. И много очень развивающих, как говорится, кабинетов. Я так смотрю. Думаю, в дальнейшем детишкам будет интересно этим заниматься. И в данный момент они с интересом идут в детский садик. В том году не так. И холодно было. В старом здесь я не знаю. Сейчас посмотрим, как будет. Детский сад действительно получился замечательным. Стены коридоров и на лестницах украшают рисунки животных. Даже в рекреациях все сделано так, что их можно использовать для занятий с детьми. Это долгожданный объект. Он, к сожалению, строился очень-очень долго. Более 14 лет. И вот последний период под постоянным контролем мы все-таки получили долгожданный этот детский сад, в который сегодня зашли где-то порядка 150 наших малышей антиповитинских. И это очень хорошо, что сегодня это новое, современное, комфортное, уютное здание наполнилось детскими голосами. Я думаю, что дети в этом детском саду получат все возможности для того, чтобы успешно развиваться. Ну, конечно же, при помощи педагогов, которые сегодня здесь есть, которые отдают всю душу этим детям. И они высокие профессионалы. Сейчас в группах около 50 детей. Остальные еще не приехали в поселок. Впереди у дошколят и их педагогов много приятных открытий. Как в мире знаний, так и в новых пространствах детского сада. 3 сентября по всей стране зажгли свечи памяти. Россияне приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности и борьбе с терроризмом. Это дата напоминания трагедии в Беслане, когда боевики ворвались в школу номер один и взяли в заложники почти 1400 мирных жителей. В результате теракта погибли более 300 человек. Большинство из них дети. Это произошло ровно 20 лет назад. Но события тех дней навсегда останутся в сердцах людей. Память жертв Беслана почтили и в Тазовском. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А прямо сейчас краткий обзор других важных событий уходящей недели. Дима Торзок Глава региона попросил ответственно подойти к проведению процедуры. Также участники обсудили защиту объектов ТЭК от возможных атак беспилотников и проникновения диверсионных групп. В регионе стартовала вакцинация от гриппа. Этой осенью медработники планируют привить 307,5 тысяч северян. Из них 99 тысяч дети. Ямал уже получил первую партию. Это 86 тысяч доз. Они поступили во все муниципалитеты округа. В первую очередь прививку рекомендуют поставить людям с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет, а также детям, беременным женщинам, работникам сфер социального обслуживания, медицины и образования. Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках округа. Предварительная запись не требуется. В округе начинается заготовка оленины. Первым по традиции начинают работу мясоперерабатывающих комплекс поютах при Уральском районе. Остальные стартуют позже в соответствии с графиком. В Тазовском районе компания стартует после 10 ноября на четырех комплексах, которые эксплуатируют общество. Тазовские олени, СПК «Тазовские предприятия Ажаар». На Ямале продолжается регистрация домашних животных. Согласно требованиям, владельцы кошек и собак обязаны зарегистрировать своих питомцев. На сегодняшний день в окружном реестре более 8 тысяч животных. Процедура регистрации бесплатна и включает в себя чипирование и внесение данных питомцев в региональную базу. Если он уже имеет чип, владельцам необходимо обратиться в государственную ветеринарную клинику для обновления информации. Ученые подготовят рекомендации по посадке и уходу за растениями на Ямале. В течение лета представители Уральского государственного лесотехнического университета посетили 13 муниципалитетов и 14 населенных пунктов округа. Результатом станет методическое издание для специалистов, занимающихся озеленением. В нем будет собрана информация о подходящих для региона видах растений, методах их посадки и основах ухода в различных климатических и почвенных условиях. Новый Уренгой вновь будет бороться за звание молодежной столицы России. Этот титул присваивается раз в год. Соперниками газовой столицы станут 16 городов. Среди них Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Рязань, Псков и другие. Кто победит, станет известно после 20 декабря, когда завершится народное голосование. Напомню, в 2022 году Новый Уренгой вошел в топ-5 конкурса «Молодежная столица России». Конкурс является катализатором развития молодежной политики в регионе, а также возможностью продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия для молодежи. Возвращение в молодость. В округе продолжается реализация проекта «Герои Ямала», в рамках которого в города и поселки приезжают ветераны, много лет прожившие на Крайнем Севере. Героиней проекта в этот раз стала учитель начальных классов Тазовской средней школы Екатерина Руссу. Она не видела районный центр целых 10 лет. Во время экскурсии прогулялась по изменившимся до неузнаваемости улицам и новым скверам. А в родном учебном заведении встретилась с коллегами и учениками. Трогательные моменты теплой встречи в следующем репортаже программы. И сейчас мы продолжаем. Также вот кто у нас, видите, большинство это мои детки идут. Это мои детки идут. И даже издалека без очков и то узнала. Она помнит каждого выпускника, даже несмотря на то, что с последней встречи прошел не один год. Сердце второй мамы не обманывает. На пороге школы вновь ее ученики Слава, Настя и Нина. Заметно повзрослевшие, но для Екатерины Николаевны все такие же родные. Они поставили все дела на паузу и пришли на встречу с первым классным руководителем. Я запомнил, что всегда говорила Екатерина Николаевна спокойно, не ругала. И в этом моменте начали слушаться и как-то все легко выдавалось и учились. Теплая встреча проходит в стенах Тазовской средней школы в рамках окружного проекта «Герои Ямала». Екатерина Руссу – педагог с 30-летним стажем. По словам коллег, она всегда была востребованным специалистом. Многие родители хотели, чтобы их дети пришли в первый раз, в первый класс, именно к Екатерине Николаевне. Нина Салихуддинова о приезде учителя узнала от друзей, к встрече подготовилась. Принесла с собой символы первых оценок – солнышко и тучку. Отмечает на страницах в ее тетради почти всегда сияла первая, но были моменты, когда под домашними заданиями облака сгущались. Это была четверка, вот это была тройка голубенькая и черная тучка была двойка. Однажды у меня, кстати, черная прилетела, я там четверка была. Мы Екатерину Николаевну очень тепло вспоминаем всегда, мы ее очень любим. Очень часто, кстати, пересматриваем фотографии, хотя, несмотря на то, что уже прошло более 30, не, не более 30 лет, 30 лет назад мы пошли в школу, и она нас встретила как раз в 94-м году. Мы в нее сразу, были покорены, мы сразу в нее влюбились, очень красивая, очень теплая, очень добрая, и всегда мы ее вспоминаем только теплыми словами. За чашкой чая друзья, коллеги и ученики вспоминают интересные истории, смешные моменты школьной жизни, обсуждают последние новости. Екатерина Русу не приезжала в Тазовский 10 лет, но, несмотря на это, продолжала общаться с теми, с кем сидела в соседних кабинетах, отдыхала на переменах или торопилась на работу. У нас очень был хороший коллектив, такой дружный, вот приняли нас, я не знаю, коллектив, вот как сказать, такой дружный, теплый, у нас вот проходили все мероприятия вместе, у нас не было разделения, начальная школа, среднее звено и старшие классы, все праздники проводили вместе. Вот я вспоминаю, потому что это, я вообще вот эти 32 года, я приехала, это у меня единственная школа моя родная, Тазовская средняя школа. Правда, вот три здания сменилось, но школа-то одна, вот я все 32 года, не считая то, что я сидела в декретном отпуске с ребятишками, вот, именно это моя школа. Поэтому я вспоминаю всегда с таким, с такой благодарностью весь наш коллектив. Встреча с Екатериной Руссу длилась больше часа. Сразу после гости сделали десятки фотографий с участницей проекта «Герои Ямала», чтобы добавить их в альбом воспоминаний о теплом и душевном мероприятии. На пробежку в любую погоду популярная в более теплых регионах страны легкая атлетика все чаще вызывает интересы и у жителей Крайнего Севера. Этот вид спорта считается одним из самых полезных. Благодаря регулярным тренировкам укрепляется опорно-двигательная аппарат дыхательной и нервная система повышается иммунитет. Среди ярких представителей этой дисциплины в Тазовском районе Любовь Ануита. Вместе с ней на пробежку вышла и моя коллега Екатерина Зайцева. Кстати, тоже поклонница легкой атлетики. А заодно поговорили о преимуществах этого вида спорта, достижениях и планах. Активная позиция. Северянка Любовь Ануита на очередной тренировке. Начинает занятия на стадионе с разминки. В планах на сегодня выполнить 8 ускорений по 200 метров и сделать небольшую серию силовых упражнений. В неделю средний беговой объем у влюбленной в легкую атлетику составляет 40-50 километров. Мне кажется, со временем это уже вошло в привычку. Постоянно бегать, двигаться, не сидеть на месте. Я уже не могу сидеть на месте. Я когда долгое время сидела с ребенком дома, у меня уже голова кругом. Я говорю, я уже жду, когда потеплеет, когда растает снег, чтобы пойти побегать. Не знаю, когда бегу, у меня все равно как-то разгружаются мысли, как-то свободнее на душе становится. Любовь к спорту у Любови Авануэта появилась еще в школьные годы. Если точнее, то с пятого класса. Начинала с командных видов – волейбол, баскетбол. Но базу спортивного поведения и прежде всего дисциплину заложила северное многоборье. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Участие в районных соревнованиях раз за разом стало приносить победы. Сейчас в копилке у северянки более 30 наград различных уровней – от районных до всероссийских. За спортивную карьеру побывала почти во всех городах Ямала. Мои первые соревнования выездные были в город Салихард. Но тогда у нас не было особо таких… Даже мы через нарты не умели прыгать, но я точно не умела тогда прыгать через нарты. Я посмотрела на уровень, как другие девчонки занимаются. И у меня появился большой интерес к этому виду спорта. А бег, я не знаю, бег всегда был хороший. Я даже не занимаясь так усердно, все равно попала тогда в призы, я не помню. Место второе, наверное, точно было среди девчонок. Ежегодно Тазовчанка сдает нормативы ГТО. И у нее в спортивной копилке есть уже три подряд заработанных золотых значка. В здоровом теле – здоровый дух. Именно об этом этот физкультурный комплекс считает северянка. Бег, подтягивания, отжимания, прыжки, наклоны и метания. Хорошая прокачка разных групп мышц. Уделить минимум полчаса общей физической подготовке в день и вперед за результатами, добавляет спортсменка. Никогда не стоит останавливаться, потому что я знаю, что многие хотят этим заниматься. Пару тренировок пройдут. Потом понимают, что ой, не хочется, тяжело. Никогда не тяжело. Я думаю, что это просто должно войти в привычку. С весны этого года Любовь Ванойта входит в сборную Тазовского района по легкой атлетике и регулярно выезжает на региональные гонки. Защищает честь нашего муниципалитета и борется в личном первенстве. Только за лето у спортсменки было около 10 забегов. Среди них есть экстремальные, например, «Северный характер», «Ямбург Экстрим Кросс» и «Марафоны». На этой неделе женский клуб «Книженики» отметил свой первый день рождения. Сегодня он объединяет порядка 100 тазовчанок, которые чувствуют потребность в эмоциональной разгрузке, разнообразии, досуге и простом общении в кругу единомышленниц. За год клуб реализовал несколько важных семейных проектов, а также помог с трудоустройством некоторым участницам сообщества. Какие вершины будут покорять в ближайшем будущем сильные и независимые северянки, расскажем далее. Я вообще не знала про этот клуб, я сначала случайно об этом узнала. Ожидания пока у меня никаких нет, но надеюсь, что это будет очень интересно и познавательно. На этот день рождения приглашены все без исключения. За одним столом – книженики, которые состоят в клубе с момента его основания, и северянки, которые только вливаются в русло женского сообщества. Ульяна Халилова узнала о нем из социальных сетей и сразу же заинтересовалась. Уверена, в бесконечной гонке за балансом, в личном и публичном клуб станет островком спокойствия и дельных женских советов. Я, наверное, сюда пришла познакомиться с новыми людьми, узнать что-то для себя нового. На ваш взгляд, такие женские сообщества насколько важны? Я думаю, что нужны такие женские сообщества, что женщины встречаются, разговаривают, могут чем-то поделиться своим опытом, и можно от себя кому-то чем-то помочь. За один год в женском клубе прошло порядка 20 мероприятий. Эти темы выбирались совместно, исходя из запроса участниц. Так северянки посетили лекции по финансовой грамотности, творческие и бьюти-мастер-классы, психологические тренинги, принимали участие в спортивных и медитативных челленджах, например, в марафоне осознанного дыхания. У нас сейчас в клубе состоит 98 участниц, ну, около 100, так скажем. За это время мы смогли трудоустроить порядка тоже 20 женщин. Также открыли свое собственное дело несколько женщин. И, конечно же, очень часто мы встречались и ресурсом наполнялись. Одним из главных проектов в год семьи стала школа осознанного родительства. В течение девяти месяцев северяне учились понимать своих детей и прорабатывали различные тактики построения отношений. По итогам курса в районном центре стало на пять осознанных родителей больше. Среди них и Екатерина Галиченко. Мама двух дочерей отмечает после занятий отношения вышли на новый, более доверительный уровень. Во-первых, у нас была очень замечательная компания собралась. Нас было немного, пятеро, но это здорово. Мы все друг другу могли рассказать сокровенное даже, что тревожило. И плакали, и смеялись, все было. Для себя у меня дети, повторюсь, подростки. То есть вот этот период нужно как-то прожить, суметь прожить, чтобы и мне было легко, и им хорошо. Какие итоги у меня? Итоги того, что они сдали замечательно ОГЭ. То есть я смогла отнестись к этому легко, отдать им полностью для них эту ответственность. И они поступили. Поэтому я считаю, что школа не прошла мимо 100%, потому что это все потихоньку в жизнь у нас входит в нашу семью. В день рождения женского клуба «Княженики» участницы загадывают желания и вновь совместно планируют Новый год. В их личном хит-параде в топе вновь саморазвитие и самопознание, а еще душевные встречи, на которых можно полностью расслабиться. Например, северянки предлагают организовать пижамную вечеринку и мастер-класс по нейрографике, хотят научиться составлять бизнес-планы и развить критическое мышление. А к концу 2024-го поставить новогоднюю сказку. Три, два, один. Такими были события уходящих семи дней. Пусть ваш понедельник будет легким, а неделя удачной. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова